У нас с вами есть форма, сознающая себя как существование, как простое действие, и вместе с тем сознающее содержание как становящее. Первый акт рефлексии «Форма в себе» заключается в том, что форма в себе различает две стороны и две абстракции. Первая абстракция – это существование до того, как стал становиться предметом. То есть, сознающая себя формой, то и без предметом. Вторая абстракция – это когда форма сознает предмет в качестве уже ставшего, а становление предполагает, что наступает какой-то момент. То есть, моментом становления является ставшись, и поскольку форма сознает предмет ставшего, она теряет себя в нем. По простой причине. Форма о себе знает только то, что она есть, и о предмете как ставшего она знает то же самое. И одно есть – простую из-за другого простого есть. Есть. Не два же есть, а есть одно. Форма знает, что она есть. Как бы и это есть, и одновременно есть форма, и есть предмет. Одно и то же есть, еще не различено как есть. То есть, предмет еще от формы не отличен в том смысле, что одно и то же есть, есть форма и есть предмет. Если это разное есть, то предмет от формы тогда получается отличен. И он сам по себе существует. Да, это одно и то же есть. И форма действительно исчезает, предмет исчезает, в нем исчезает. Значит, такой метод движения имеет эту транс, о которой я сказал в конце прошлого семинара. Обе эти абстракции есть в первом состоянии мыслей, иначе их нельзя было вычленить. Но одна из этих абстракций, будучи вычлененной, переследует мысль. Она мысляла в том смысле, что вычленим одно будущее. Не знаю, как это сказать, на самом деле. Здесь нельзя говорить о процессе вычленения и завершении вычленения. Никакого процесса. Мы в простом действии вычленяем форму до восстановления предмета, как чистую или пустую форму. и форму, как бы, в момент ставшихся предметов. И вторая оказывается, вторая абстракция заключается в том, что форма теряет себе как предмет и исчезает. И форма, и, соответственно, сам предмет. То есть, исчезнение формы в ситуации ставшихся предметом, это реальная абстракция, противоположная первой абстракцией, то есть чистой форме. Но эта реальная абстракция, будучи вычлененной, и мысльная, как абстракция, мысльная, как сторона, оказывается не мысльной. И мысльная, оказывается только другая сторона. И вот эта ситуация, что одна из сторон имеющихся предметов оказывается исчезающей, одна из сторон, из двухсторонних действий в состоянии мысли оказывается исчезающей, это заставляет перейти к новому состоянию мышления. В общем, та сторона, которая является мысльной, то есть чистая форма, означает, что форма мыслит себя в качестве причины предмета, потому что она до, это бытие до установления предмета. До установления предмета, до установления содержания. Если она до установления содержания, то в некоторых разрушения она является причиной предмета. причина, взятая до следствия, то есть до установления предмета, разумеется, причиной не является абстракцией причинения. И это разрешается в состоянии действительного причинения формы предмета. То есть форма не является причиной того, как предмет становится, а является причиной становления предмета. То есть форма сознает себя как причину, то есть как нечто актуальное, старшее, в чем становится предметом. Это второе состояние формы или второе состояние мыслей. Второе состояние мыслей заключается в том, что форма знает себя старшей или знает себя формой, а определительная то, что он становится вниз, в этой форме. Здесь также возникает дальнейшая рефлексия. То есть опять форма себе уже как в форме вычерняет две стороны или две абстракции. С одной стороны форма сознает себя в качестве причины, в силу которой содержание, предмет становится одним. Нет, я неправильно сказал. Второе состояние неправильно определил. Второе состояние заключается в том, как мы в прошлый раз говорили, что форма знает тебя старшей причины, а содержание или предмете форма знает не просто то, что он становится в ней, а то, что он становится так одним. Потому что форма тождественна. Говорили, что форма себе тождественна. Поэтому предмет точно так же подчиняется тождественной формы. Тоже становится чем-то тождественной. Предмет подчиняется форме. Это же означает, что форма причина. Форма стала тождественной, предмет стал тождественной. Да. Форма сознала себя тождественной. Форма сознала себя тождественной. И сознала, что предмет в ней, и просто становится как ниже одно. Где тождественная. Это второе реальное состояние формы. Второе действительное состояние мысли. В котором форма, в свою очередь, опять находят две абстракции. С одной стороны, форма создаёт себя причиной, которая делает предмет одним. Причиной, средием которой является то, что предмет один. Или тождественной. В этом смысле она, как причина, предшествует тому, что предмет становится один. Но по мере того, как предмет становится тождественной, форма снова теряет себя в предмете. На этот раз потому, что форма о себе знает, что она тождественная. И о предмете знает тоже только то, что он равен себе. Присекает опять некое совпадение, неразличенность формы и предмета. Уже не на почве бытия, а на почве тождества. Форма и предмет теперь совпадает не потому, что форма о себе и о предмете знает только есть. А потому, что форма о себе и о предмете знает только одно. Равно себе. Второе состоит. Вторая из выделенных абстракций. Вторая из выделенных абстракций. Вторая из выделенных абстракций. Потому что форма, определяющая себя как причину, существующую до результата, здесь как получается, форма сознаёт себя как причину до результата, но не сознаёт себя в результате. Потому что результатом действия формы является то, что предмет становится прождественным. И в меру того, как предмет становится прождественным, форма теряет себя в предмете. То есть в данном случае что происходит? Причина умирает в своём результате. Причина создаёт результат, но умирает в своём результате. Одной абстракцией является осознание того, что форма есть причина, которая воздействует на содержание его действия именно в том смысле, что делает его тождественным. А вторая абстракция является то, что форма в созданном Но мы не можем не помочь ей в результате терять себя. Как ищить? Это при полагании год, да? При полагании год, когда происходит полагание год, вот, вот. Нет. Нет? Нет. На полагании. Пока форма просто знает себя равной. Теперь и всё. Всё, что форма знает, она знает себя равной. Знает себя причиной. Знает себя формой. Это вот есть действительное состояние знания себя формы, становящегося содержанием. В котором есть две абстракции. Пустая форма и ставшее содержание. Ставшее содержание не мысливо, потому что… Нет. Я пока это о первом состоянии. Да, да, о самом деле. И говорите, что есть сознание себя формы. Нет. Здесь есть только сознание себя диньем. Но нет ещё сознания себя формы. Первое. Я говорю о той абстракции, о действительном состоянии, которое состоит в том, что пустая форма… Абстракция заключается в том, что форма знает себя тождеством, и предмет есть тождеством, и предмет есть тождеством. Тождество. Это до полагания. До. Значит, начало формы. Первое состояние. Форма знает о себе, про что и есть. Второе состояние. Форма знает о себе, что она – форма. То есть, тождество. Равенство о себе. Это второе состояние. Это второе состояние. Полностью заключается в следующее. Форма о себе знает, что она актуальна, тождественна. А предметик знает, что он не просто становится. А становится как не стало. Как вот. Нет? Ну, это же добрые слова. Это тоже можно назвать «вот», но… Нет, дело не в словах. Просто я думал, что следующим шагом будет именно полагание «вот». Ну вот нет. Нет? Потому что оно… Предмет… То, что предмет становится как один… Вот это указывает. Предмет – единственная определенность. А если он становится как один, то у него нет определенности. Он все время становится. У него все время есть чувственная граница какая-то. Мы говорили, все время тьма. Кто-то становится, например? Если это возможно. Не знаю. Мы предположим, что возможно. Свет становится восьме. У света всегда есть какая-то граница. Она все время движется. То есть это не фиксированная граница. К слову «вот», наверное, здесь все не подходит. Угу. Вот это конечный предмет. Вот это какое-то схватывание моментально. А здесь все-таки… Конечный, чувственный предмет. Форма знает о себе, что она актуальна, равна себе, а приметельная, что он не просто становится, а что он становится как одно. И абстракция здесь, повторю, является, с одной стороны, то, что форма осознает себя причиной того, что предмет становится как неизвестно. То есть это причиной до того, как предмет становится чем-то именно. Кстати, у Егеля, феноменологи Духа, там же после первого параграфа «в чувственной достоверности», да, там «в чувственной достоверности истины» является бытие по второму функции. И переход от первого ко второму осуществляется действительно движением указанным. То есть вот это вот «вот», о котором говорит Егель, это как раз и есть переход в восприятие. А восприятие как раз принципом является уже тоже здесь то, то самое, о котором мы говорим. Но переход к нему осуществляется через указание, через «вот». Думайте, да. Ну, я просто помню, как это время построено. То есть он говорит для того, чтобы нам единичный чувственный предмет как бы… На него нельзя словами указать, потому что язык – нечто в себе всеобщее, на него можно только указать. Но когда мы на что-то указываем, мы тем самым берем это нечто уже как всеобщее, как нечто самодождейственное, и переходим к восприятию. И уже в восприятии есть уже чувственная всеобщесть. То есть что такое чувственная всеобщесть? Это когда, допустим, как эта, да, эта ночь. Когда мы не переходим от ночь, когда ночь в день не сменяется друг другу, но тем не менее вот это остается равным себе. Как чувственное всеобщее. А это да. Поэтому, чтобы мы потом переходим в субъективность, то есть в это… Не-не, это как раз восприятие, это уже следующий пункт. Чувственная достоверность остается, переходим уже ко второму, к восприятию. То есть есть чувственная достоверность – это первый параграф, потом уже там, который в трех пунктах изложен, а потом идет восприятие. Как раз восприятие перехода осуществляется через указание. Ну, это может просто… это просто неуместно может быть замечание, просто надо это проверить, взять так-то открыть и посмотреть, что там еще. Сейчас это просто так, замечание. Хорошо. Значит, второе состояние подключается в том, что форма знает себя как нечто актуально, а предмет знает как нечто, становящееся в качестве одного. И абстракция, которая выделяется из этого второго состояния, первая абстракция в том, что форма осознает себя причиной, в силу чего предмет становится одним. Не просто становится, а становится одним. В тождественном себе. Вторая абстракция в том, что предмет, поскольку он становится одним, делается одним, проявляет себя как тождество, то форма себя в нем теряет, потому что о себе она знает только то, что она отрождественна, и о предмете она знает только то, что отрождественна. По мере того, как предмет делает, в форме себя теряет предмет как причиной. Я говорил просто раз, что, видимо, во всяком причинении, даже одного шарика другим, есть эти два момента. Момент воздействия, пока первый шарик катится, он считает, что не причин, он просто катя себе шарик. Значит, момент удара и результат этого удара. Поехал второй шарик. Здесь форма является причиной не всего того, что она катится, а всего того, что она отрождественна. Это и есть единственный вид активности формы. Иключительно потому, что она отрождественна, и больше не причинен. Она приземленно активна. Но результатом активности формы является отрождественна себе предмет. И таким образом получается, что форма как причина утрачивает себя в результате. И исчезает там форма, а мы с ней не исчезаем предмет. Когда форма сознает себя в первой абстракции, то есть как причина, как бы до результата, когда абстракция является именно воздействием причины, причинение до и без результата – это, конечно, абстракция. Причинение до и без результата – это, видимо, абстракция. Но это абстракция, заметьте, с разной пустой формы. Это еще один способ просто мыслить пустую форму. Мыслить причинения до и без причиняемого результата. До и без результата этого причинения. Это опять мы ставим форму с одной стороны в новом обличье, а с другой стороны мы имеем опять исчезновение в предмете тоже в новом способе. Теперь форма исчезновения в предмете не потому, что она о себе не узнает есть, а потому, что она о себе не узнает тождественность. Как она знает, что тождественная, или она просто есть тождественная? Потому что у Гегеля знать, что форма тождественная – это уже следующий пункт, это у него рассудок называется, который как бы везде видит все тождественное и знает, как бы, что видит тождественное. А вот когда форма просто тождественная – это у него как раз восприятие. Когда она сама тождественная сначала, а потом она для себя тождественная. Насчет «знает и быть», я, если помню, применил такой прием. Первое состояние я определил так – форма есть форма, но не знаешь, где это форма. Теперь во втором состоянии, с этой точки зрения, заключается в том, что форма, раньше была форма и не знала этого, во втором состоянии форма знает себя как форму. Так вот, у Гегеля вот это вот знание себя как форма происходит как за спиной сознания. То есть оно не знает, как она переходит от одной формы к другой. То есть вот это вот знание о том, что есть переход, для самой формы не дано. Сама форма только работает с результатами, она перешла в другую форму. И когда это в другой форме живет, в форме тождественности. То есть она жила в форме бытия, теперь живет в форме тождественности. А переход сама для нее не дано. У Гегеля так. У Гегеля переход дан только для нас. А для самой формы это происходит как бы за спиной форма. Поэтому форма как бы у Гегеля еще не является рефлектирующей. То есть она является рефлектирующей, но не является самосознающей. А самосознающей она станет вот когда вот у него пойдет там глава самосознания. Тогда уже форум будет знать уже о себе Нет, я как бы на всякий случай Комментарии, кто будет слушать Чтобы хоть какие-то координаты были Где мы находимся Ну что, локация начать по этому поводу что ли? Ну давай Какое имеет отношение вот это построение Гегеля С этим К предлагаемому построению Во-вторых Почему это знание В чувстве достоверности Все это движение Приход от одного состояния к другому Проходит за спиной Это не за спиной он сознание подходит С самим сознанием он вполне остановился Это два Что там третье это было? Хорошо, а что за спиной сознания насуществляется? Ну что-то осуществляется За спиной сознания Но к данному построению это не имеет никакого отношения Какое отношение? То есть если говорит по типу, то у него тоже не так За спиной сознания осуществляется переход от одной формы существования сознания к другой Одна форма существования сознания это чувственная достоверность Вторая форма существования сознания это восприятие И переход происходит только для нас Только мы знаем как происходит переход Для самой формы она то сначала в одной ситуации находится и может жить не сколько угодно, а она самодостаточная. А может в другой ситуации, и тоже сколько угодно она самодостаточная. Мы будем по гене обсуждать? Не, 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 давайте не будем, просто это как бы такие комментарии. Ну давайте не будем, да. Возникает воспроизводящее себя определение предмета, то есть то, что вот действительно, видимо, удобно назвать вот-вот-вот-вот-вот. А определение предмета, оно при этом как бы самоуничтожается, да? То есть как бы некий ноль. То есть оно все равно это воспроизводит, но в этом процессе, это самое определение предмета, оно все равно самоуничтожается. Будучи хорошо заведены до конца. Ну, я бы сказал, что оно себя воспроизводит. Да, понятно, но с определением предмета, то что происходит? А? Ну, с определением предмета, то понятно, что происходит. А что оно себя воспроизводит, это понятно. Но пока такого вопроса нет, Саня. Но что действительно происходит с определением предметов? Пока вопроса такого нет, мне кажется. Просто одно. Может быть, и определенность как бы, она меняется. Но на самом деле вопроса такого нет. Форма тождественная, это предмет одно А что в этом одном Может становится что угодно Может мелькать, условно говоря Если внешний Образом смотреть на ситуацию Ночь, день, меняется, не важно Главное, что одно Я это вот так понимаю А почему одно? Потому что форма тождественная Форма тождественная равна себе А предмет становится В этой тождественности, правильно? То есть предмет фактически как-то течет Но единственное, что остается Он остается одним Не многообразие какое-нибудь А именно один Нечто одно То есть вы считаете, что В ситуации В ситуации вот-вот-вот Мне кажется, неприменимо слово один Я еще до этой ситуации пытался обидеть Про вот-вот-вот? Про третью ситуацию Да, про вот-вот-вот Форма воспроизводит себя Как причина предмета Следующее, что воспроизводится? Воспроизводится Действие определения предмета Что происходит с определением предмета? Оно воспроизводится Если форма воспроизводит себя Как причина предмета То, что воспроизводится Это действие определения предмета Вот-вот-вот-вот-вот Предмет получает конечный вид Но тождество получается Как-то распало с обратного Потому что каждый раз возобновляется То есть какой-то шаг назад То есть форма была Тождественной И была одна Теперь форма стала себе Воспроизводить как тождество Ну да, если причинение формы предмета Является тождественной формы То форма воспроизводит себя То есть форма Предмет получил форму конечности Да Конечную форму Поэтому здесь уместно говорить Вот-вот-вот То есть сознание воспроизводит себя А предмет Воспроизвел форму конечности И мы должны понимать Что форма конечности Это не то, что форма Определенности одного Разумеется Это другая Да Сстановящаяся одной Это одна форма предмета А воспроизводящаяся конечность Конечность предмета Это другая Так вот вопрос другой состоит Вот эта конечность Она будет самая уничтожаемая В себе Формой Форма конечности Или она будет некая длящаяся То есть форма конечности Это та да 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 Нет, это дискретная Каждый раз результат получает Безумение От а до от 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 в точку стремится форма конечности, или оно будет у нас удерживаться в качестве чего-то конечного. Но оно стекается как резотто, как дискретный рецепт. В качестве чего-то глядящегося, правильно сказать. Будет ли конечность, будет ли коллапсировать эту конечность, либо эта конечность будет удерживаться в качестве чего-то глядящегося. То есть, либо непрерывается, заставает между медицинами, что тоже возможно, да? А почему не отрезает, а дискретно отваливается? Вот-вот-вот, а в таком ситуации находится выбор между сингулярностью и между медицинами. Мне кажется, Игорь, здесь важно вот, что является формой. Формой является не вот, а формой является вот-вот-вот. Нельзя сказать, что формой является вот. Нельзя, это неправильно. Вся как бы вещь идем, как... Да, вот-вот-вот, но тогда не получится, чтобы удерживаться не в форме, не только в форме конечной, а в форме множественности. Я это и хочу сказать. Вот, Игорь, сейчас забрать, он напечатал. Есть документы. Получается так, по-моему, что все, что форма здесь знает о себе, она знает о себе только то, что она множество. Это же логично, если конечная, а конечная связана с множеством, всегда так. Всякая конечная всегда связана с некой множественностью. Форма больше ничего себе не знает в этой ситуации. Вот-вот-вот-вот-вот. Знает только одно... У меня только одно слово рождается, когда я начинаю воткать. Еще раз, форма является не вот. Форма является вот-вот-вот-вот-вот. Следовательно, формой является множеством. Много. Это все, что вам нужно сказать. Про это вот. В таком случае, мне кажется, ваш вопрос не ставится. И исчезает конечность. Много есть много. Просто много. Просто много. Много. Вот-вот-вот-вот-вот. Мне может быть интересно. То есть, это вот-вот-вот дано для самой формы, может, вообще ничего себе? Да, да. Дано для формы? Да. То, что форма на этой ситуации. Не просто так, что она там себе считает, 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 и забывает себе раз, когда она говорит два, забывает о единице. Когда говорит три, забывает о двойке. Получается так, что она, как бы, этот ряд там для нее, то есть она развернута. Я думаю, да. То есть, можно подумать, но не развернута. То есть, можно подумать, но не развернута. То есть, как и для себя все совершено. Это, кстати, у меня не приходило повод, этот вопрос. Забывает или не забывает. Видимо, не забывает, потому что формы являются все-таки вот-вот-вот. Ну, потому что вот-вот по смыслу это соотнесено с первого с второго. Да? Воспроизводство-то, воспроизводство первого. Нет, точнее, воспроизводство, воспроизводство предыдущего. Поэтому, когда ты говоришь, вот, с того, чтобы эта форма множественности была удержана, то есть, вот эта форма еще так, вот это перчисление. То есть, во всякий раз мы должны, когда говорить про второе, все должны быть удерживать нечто в качестве предыдущего. Ну, тоже не так, потому что предыдущего и последующего здесь нет. Это более сложное, чем много. Есть только много, а предыдущего и последующего нет. Поэтому удержать от предыдущего нельзя. А, то есть, таким образом форма удерживает нечто логичное в качестве элемента множества? Да. Ну, это почти то же самое. Без счета, без последовательности, безупорядочного, конечно. Но проблема состоит, что ты удерживаешь каждое. То есть, на личной форме элемента множества. Да. Ага, вот этот разговор всем другу очень осколковый, когда-нибудь еще. А почему? Я тоже думаю, что другое, но интересно. Когда же было-то у нас множество? У нас сразу все порядочное, сразу же счет. Вот, время в одном направлении и в первом с песней. А здесь элемент множества. Это само множество не дано в качестве всех своих элементов. А просто известно, что один элемент является элемент множества. Это мой интересный разговор. Когда он строится противоположен между множеством и его элементом. Это множество, которое, множество само по себе не дано в качестве чего-то наличного или старшего. А в качестве наличного и старшего дан всего лишь один элемент. Но поэтому мы знаем о том, что этот элемент является элементом множественности. Такого не было. В каждом из ввод есть тоже две стороны. Ввод предполагает предмет в виде конечного. Ограниченный. Именно конечный. Потому что одно уставшее тоже ограничено всегда. А все другое. Предмет в конечном виде. В виде конечного. Так сказать, в конечном виде все глупо. С одной стороны предмет, а с другой стороны... Так а в каждом ввод не может быть предмет, наверное. Если форма является вот-вот-вот, то предмет, соответственно, тоже так же делится. Да. А почему что-то в каждом ввод есть предмет? Если в каждом ввод можно отделить предмет, значит и форму можно разбить на каждую ввод. Да, я не правильно. Нет. Воспроизводство даже ввод, это воспроизводство одного и того же предмета. Нет, разве? Но форма есть ввод-вот-вот. Не наших предметов воспроизводства, а воспроизводство одного и того же. То в каждом ввод... Да, предметы не различные. Да, предметы один и тот же. То есть мы, с одной стороны, знаем, что у нас есть предмет, а кому-то мы понимаем, что этот предмет является элементом множества. То есть мы создаем форму множества. Нет, получается, я понимаю, меняется форма, правильно? Да. Предмет за ней должен поспевать. Что с предметом случается? А с ним ничего не случается? Из-за того, что он становится элементом множества, с ним из-за этого не становится ничего? Нет, важно здесь как раз обе стороны всегда рассмотреть. У нас активно является форма, как бы предмет ей подчиняется. Что-то должно всегда случаться с предметом. Надо понять просто, что должно с ним случиться. Может быть, это просто процесс как того, что предмет каждый раз становится одним, как результат, но каждый раз возобновляется заново для того, чтобы этот результат заново осуществить. Потому что форма не удовлетворена тем, что она в результате пропадает. И поэтому она возобновляет движение только для того, чтобы каждый раз удостовериться, что она есть. Это вот одно объяснение А другое объяснение Если с предметом ничего не случилось Тогда у предмета есть собственное Самостоятельное бытие И получится дуализм Все распадется на два Должно быть так, что форма и предмет Это нечто одно Предмет всегда подчинен форме Это изначальный парадигм Поэтому форма меняется И из-за этого меняется и предмет Видимо предмет становится конечным Каждый раз, когда он завершается Как результат Форма возобновляет весь процесс запаса То есть есть некое настаивание на том Что форма превалирует На этот предмет То есть когда предмет становится результатом Форма исчезает Она заново возобновляет Свои действия Как нам, наверное, надо сказать Я через минуту Сейчас я схлаживаю Владом, чтобы выяснить Неудачи С одной стороны Есть воспроизводящая себя форма А с другой стороны Есть воспроизводимый предмет Если мы возьмем Возьмем вовсе абстракции Из-за этого состояния Все состояния является множество И вот 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 Абстракция является воспроизводящей себя формой Или воспроизводимый в качестве конечного предмета И воспроизводимый, с другой стороны В качестве конечного предмета Если мы возьмем форму Воспроизводящую себя То мы увидим, что Само мышление Формы Состоит в мышлении Перехода в другой форме Попытка мыслить форму Или просто мышление формы Есть мышление Перехода В другой форме То есть мысли формы Мысли перехода От одной формы В другой форме Мысли формы Мысли перехода От одной формы В другой формы То есть связь Фу, это как бы чистое, я не могу рассказать. А почему форма вдруг распалась над ветром? От того, что она себя воспроизводит, как трудно ее разбить. Просто переход есть от одного тождества к другому тождеству. Но той же самой формы. Да, мышление формы без предмета есть переход в другой форме. Мышление формы без предмета есть мышление перехода в другой форме. Это в смысле первого перехода, как мы от бытия переходили к той же суда. Здесь такой же переход. Теперь от той же суда переходим к следующему способу бытия формы. Нет, мы имеем третье состояние. Состояние вот-вот-вот-вот. Или множество. Много. И мы стараемся в этом третьем действительном состоянии форму найти две абстракции. Две стороны. Я говорю, что одной стороной этой действительной, одной абстракции этого действительного состояния является форма, воспроизводящая себя. Взятая без предмета. Без предмета? Без предмета. А другой стороной или абстракцией этого действительного состояния является воспроизводимый предмет, мыслимый без формы. Я хочу сказать, что мысление формы, взятой без предмета, есть не что иное, как мышление перехода в другой форме. То есть мыслимый без предмет, мыслимый без предмет, мыслимый переход в другой форме. Абстракцией этого состояния формы. Здесь форма, на этой стадии, есть вот это множество вот таковое ее определение в действительном состоянии. И когда вы говорите, что мыслить чистую форму, без предмета, это значит просто переходить к новой форме, то что это означает? Это означает, что одно множество переходит к другому множеству, если мы, так сказать, раскроем просто то определение формы, которая здесь есть. Имеется в виду, ведь не это, я так понимаю, имеется в виду переход от одного творчества к другому творчеству. Если форма их творчества. Ну да. Ну просто здесь-то форма уже в действительном состоянии получает иное определение. Не то же, а множество. То есть здесь есть, вот и вот я что бы сказать, есть несоответствие того, как определяется форма в действительном состоянии. Вот, 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 вот. И того, как, чем является форма в абстракции. То есть, будучи абстрагированной форма оказывается не множеством ввод, а оказывается переходом к следующему творчеству. Вот чем оказывается. Да. Ну это просто, как бы, два разных определения формы, что вот, по-моему, издевает струк. И так много. Знаете, множество, то действительно состоит, в котором мы видим, как множество, а о нем нельзя сказать, связанные или не связанные в эти годы. Ну, много. Связанные, не связанные. Я думаю следующее, что если мы возьмем воспроизводимость формы себя без предмета, то мы увидим, что возьмем со стороны связи. Мы получим чистые, связанные между собой формы. И в самой форме, и их связь, собственно, одно и то же. Ну, если форма без предмета, я говорю, я вот этот вот феномен, означает мысль-переход в другую форму. Здесь мы берем третья форма, четвертая форма. То есть, мы берем здесь множество со стороны связи. Ну, тем самым мы вычленяем то, что нам было неясно на самом деле. То есть, мы не просто вычленяем то, что уже есть в исходном множестве, а обнаруживаем многое. Обнаруживаем связности этих самых вот. Да. Как абстракт. Как абстракт. Как абстракт. Получаются чистые формы, связанные между собой. Наконец-то, находящиеся в переходе от одного к другу. Мысли мы как переходом. Форма мысли как переход от одной формы в другую форму. Вот, 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 взятые со стороны формы и смышления перехода одной формы в другой формы. А взятые со стороны предмета, они безотносичны. Взятые предметы без формы. Если взять воспроизведение предмета, воспроизводимый предмет без формы, то он оказывается не связан между собой. Предметы оказываются безотносительны друг к другу. Что такое же? Тут любопытно, что у вас теперь форма становится. Раньше становился предмет, а теперь взяла форму и решила сама становиться. Ну, форма стояла и стояла, было тоже. А теперь она решила начать что-то делать. Становиться. Я не говорю, что это плохо просто. Это просто очередная инкарнация активности формы и всего. Анастасия, отождеся на себе. Просто здесь она тоже приходит к тому же. Смысл активности ее поменялся и все. Она вот приходит от себя к себе. А если взять вот-вот со стороны предметов, то они кажутся безотносительными друг к другу. Эти предметы. Безотносительные события нельзя назвать многими. И они опять исчезают от предметов. Потому что полная безотносительность – это полное незнание. События, если события вообще безотносительные друг к другу, то они ничего не нужно сказать. А не предстоит быть множеством, а не предстоит быть предметом. Значит, вот-вот-вот или множество, с одной стороны, является связью пустых форм. Воспроизведение пустой формы путем перехода от одной формы к другой. По множеству нет перехода. А в связи пустой формы есть переход. Вот и множество нет ни связи, ни грехов. Много, но и много, и все. Взятые со стороны воспроизводящей себя формы, это мы получаем опять обличие или новый способ мыслить простую форму. Мы же вроде говорили, что форма не бывает пустой, ее можно только мыслить пустой, как абстракция. Так мы и говорим об абстракции. А что значит она в абстракции переходит от одной формы к другой? Форма только реально может перейти от одной формы к другой, а как она в абстракции переходит? Но это же мыслимая абстракция. Не связанные между собой предметы, это не мыслимая абстракция. Абстракция, которая перестает быть мыслимой. Это учреждается в качестве абстракции. Безотносительность это, собственно, не знаем. Хаос. Да. А другая является мыслимой, как абстракция. Форма воспроизводящего, не просто воспроизводящего, а те, что переходят от одной формы к другу. Получается, множество переходящих друг к другу в пустые формы. Это мыслимая абстракция. Это, конечно, абстракция. Это, конечно, абстракция. Но это мыслимая абстракция. И еще один способ мыслить в пустую форму. Вот, вот, вот как движение от одной пустой формы к другой пустой формы. Это вот абстракция от нормального ворота, который имеет и предмет, и формы. Одна абстракция – это движение от одной пустой формы к другой пустой формы. Переход, переход, движение. А другая абстракция – это безотносительность предметов, который, как безотносительное, уже является узловним. И теряется самоопределение предметов. То есть, и множество, и все равно множество формы, а не множество предметов. То есть, такая форма, как множество, все равно основана на множественности формы. Да. Как всегда предмет исчезает. В качестве абстракции вот в реальном состоянии. Сторона предмета исчезает, сторона формы позволяет двигаться, приходить к, по-моему, действительному состоянию, которое уже не будет простым множеством, а будет чем-то другим. Чем-то обогащенным связьем. Потому что та абстракция, которую мы сохранили во множестве, это абстракция связи. А связь задает некую порядочность на множестве форм? Да. Связь задает и порядочность на множестве форм. То есть, у нас только что форма множественного была абстракта множества, теперь оно стало порядочным. Да. Должно встать и порядочным. Надо только понять, в каком смысле. Угу. Потому что безотносительность выбрана, она существует как момент множества, потому что понятия отношения в нем нет. Поэтому безотносительность, безусловно, присутствует в понятии множества. А в снятии предмета, который происходит в этом самом последовательном порядочном, форма для сознания отдаёт себе отсчёт? Что у нас происходит снятие предмета? Может, снятие предмета не происходит? Здесь переход происходит? От формы. Нет предмета к предмету, но от формы к форме. Правильно. А предмет просто зависимый от формы. Он как бы... Снятие предмета. Он получает все свои определённости от формы, в том смысле, что форма переходит в новый способ существования, и предмет меняется. Сейчас он поменяется. Видимо, если форма стала множественной, видимо, и предмет подчинится как бы, тоже станет каким-то там специфическим. Предмет вообще зависимый здесь, единица. Нет такой самостоятельности, как всё, что нечто предмет. Он зависит от формы. Форма даёт ему всю содержательность, я понимаю. Что, знаешь, где форма снимает этот предмет? Да. Ну, видимо, да, потому что... А предмет снимается. А предмет снимается. А предмет снимается. Он как раз снимается. Да, вот, уже на ренте раз он снимается. Сначала он был снят как есть, как простой идея есть. Потом он был снят как то, что что. Теперь он снят как безотносительный. А может лучше говорить, что предмет есть некое зеркало, в которое форма смотрится? То есть форма сама себя проецирует номер, а потом... Состоятельность, то есть он снял как что? Как определенное качество себяшнее. Так а что значит слово «снято»? Что это означает? Исчез, что ли? Он никуда не исчезает. Он постоянно подчинён форме. Форма меняется, меняется предмет. Я не могу это как-то нормально обосновать, но хочется сказать, что форма и предмет есть две стороны формы. Нет, лучше. Форма и предмет две стороны формы? Да. Это как у Гигеля опять получится. У Гигеля же в себе и для себя это две стороны сознания. Сознание знает предмет, а с другой стороны оно знает само себя. Ну тогда не будем говорить, если это о Гигеля. Ну конечно, каким образом предмет еще не снимается. То есть есть состояние вот-вот-вот-вот. Одна вот сторона совершенно реальная форма воспроизводит себя, другая сторона воспроизводимая предмет. Если мы эти две стороны вычленим в качестве абстракции, то сторона предмета исчезает. Так вот у нас эта определенность, которая у нас как бы снимает предмет внутри самого себя. То есть некая чистая определенность, снятая с предмет с предметом. Нет? Возникает определенность, снятая предмет с предметом. Возникает чистая определенность, в которой как бы нет сердцевины, нет предмета. Я не вижу предмет. Ну это все метафоры, да, я понимаю. Нет, наверное, не знаю, потому что она может быть неплохо, она уже не въехала. Мини, а почему предмет у тебя имеет также другое самостоятельное существование по отношению к форме? Не так происходит, что два. Форма и предмет вступили во взаимоотношения, каждый самостоятельно со своей стороны, и они вступили в дикий какой-то. У нас же все это действие, но разворачивается все-таки по поводу какой-то формы качества. Да? Угу. Ведь на самом деле за спиной оказывается, что некоторые предметы, точнее некоторая форма, она есть форма качества какого-то? Ну там зелень или что-то там. Или нет? Конечно форма качества? Нет. Вообще форма, она изначально-то, она все-таки форма, в первую очередь, определенности, то есть определенной определенности, качественных вещей, зелень, красноты, чего-либо еще, звука. Ну да. В общем, должно быть так. Да? На самом деле. Но у нас, если здесь мы просто, что называется, начинаем считать, у нас эта форма качественности, она снимается. Казалось бы, мы ее полностью поместили в сторону предмета, а теперь этот предмет в форме именно его качественной определенности, в форме ему 14. Мы его снимаем. И начинаем говорить вот то, что важно перейти к этому. ему ничего не снимается. Да. Что это значит для качества, я не обдумывал. Это, конечно, важнейшее обстоятельство. Что вот эта вот постоянная снимаемость предмета. Вообще, как он должен, что остается в понятии качества. Да. Что остается в понятии качества. Рисует им, что понятно, есть эти качества, есть форма, в которой эти качества возникают. А что вот в таком движении становится делается с качеством, я не могу так сказать. Просто, когда дойдем на качество, посмотрим. в таком движении. Сейчас ни в каком смысле нельзя сказать, что вот, например, на следующем шаге возникнет этот самый порядковый счет. Да, что следующее. Но вот следующее будет качеством этого самого предмета. То есть каждый из этих вотов получит свое нормальное, такое качественное определение. Так вот вроде бы как раз-то и совсем не так. Что это как раз они в своей определенности простого счета потеряют, не так кажется, потеряют любое качество. То есть у тебя множественность не будет состоять из зеленого, синего и крокодилов летающих, помню. Слушай, так этого качества у нас и не было. Почему? Нет, потому что в самом начале было у предмета определенность простого есть. Это да. Ну и всего никакого зеленого не было. Но у меня определенного качества-то не было. Крокодилы-то были летающие спонеты? Да не было никогда. Нет, как я понял, Данилов, он хочет сказать, что это Аристотелем и с формой, и с качеством. И вообще-то мы как бы движемся в его определенности актуального и становящегося. Но то произойдет с качеством вот при таком развороте, когда когда-нибудь оно появится и что-то не будет. Ну не знаю, рано еще. Фома шара делает медь в медь. У нас же есть качественная определенность и качество меди. Есть фома шара, а есть и меди. Да. И вот мы тут начали считать. Мы же не говорим, вот шарик золотой, вот шарик медный что-либо еще. Нет, это же не так. Казалось бы, определенность качества как таковая, она снята. Ну, снято или не снято, я просто не могу понять. Таким последствиями снимается? Девенность качества или нет? Ну, а когда мы считаем, раз морковка, два морковка, три морковки, у нас в конце концов ничего не остается на морковке. Получается, что морковки-то и нет. Почему? Потому что у нас форма, которая, единственная определенность, которую она понимает о себе, это форма как бы щёпа. То есть последовательность, упорядочное множество. А морковки внутри нет? Или есть морковка? Нет, морковки нет. Ну вот, нет морковки. А была. Да не было никогда. Что такое арестовательство? Нет, была у арестователя. Ну и что, что была у арестователя? Да и у гигеля были. Вечная скобка. А у гигеля не так написано Олег Михайлович там. А у арестователя не так написано всё. Ну не так. Я просто смотрю за попыткой выстроить аксиомы пиано Олега Михайловича, не знаю, что это такое совершенно. Поэтому я с этой позиции, по этому построению и рассматриваю. Это весьма возвышенная речь. Духоподъёмная даже, я бы сказал. Аксиомы пиано? То есть те аксиомы, которые задают понятие множества натуральных чисел на именно теории множеств канта. Бонзай. Значит там только вот исключительно морковками всё происходило. Проблема, что там как раз морковок-то и нету. Там с пустыми множествами люди работают. Тогда ты должен порадоваться, что вот как хорошо. Совершенно с другой стороны. Да нет. Проблема состоит в том, что Олег Михайлович не уверен, что морковок нету. Вот в чём дело. Олег Михайлович, обретите уверенность и закроем эту тему. Олег Михайлович. Значит понятно, да? Третье состояние распадается на связанность чистых форм и на безотносительность конечных предметов. И переход будет естественно к то же самое вот-вот-вот, но теперь уже связанное между собой. То есть следующее. То есть следующее. Сохраняется множество. С добавлением связи даёт нам следующее. Ну какими это уже в следующий раз. Всё. Что такое? Продолжение следует...